привет спортсмены сегодня на мне огромная ответственность ну и на вас как свидетелей потому что вы уже соучастники сегодня ко мне в гости очередной раз уже приехала анастасия нефонтова меня зовут анастасия нефонтова я мотогонщица но сегодня мы будем ездить на мотоцикле будем разговаривать уже не будем сегодня настю мы будем учить ну как учить показывать она конечно ребят как она чувствует мотоцикле переездка она гонна на нос и наговорят друзья с настей мы дружим довольно давно но вот так чтобы она приехала к нам на трек да еще собственно гоняла с нами на мотоцикле это конечно же для нас с полухой огромная честь поздравляю тебя если ты затеял покупку нового мотоцикла прямо сейчас где его купить по хорошей цене так чтобы тебя не обманули но главное чтобы это все было в наличии и сделать так чтобы вот прям приехал бабки то все-таки карман жгут пожалуйста это конечно же наш друг ислам прям все в наличии прям здесь на складе в москве без проблем выбирай любой из этих мотоциклов хочешь хускварна хочешь газгаз . ктм хочешь харденгуру хочешь про версию прям вот они малыши не откладывает так сказать жизнь на потом но если затеял покупку действительно хорошего мотоцикла то они здесь тоже собственно имеется без проблем кстати не так как привезли мне прошлый раз ребята многие пишут мне и спрашивают ну слушайте а ислам то он как выглядит вот так выглядит ислам мы можем доверять по промо коду все в эндуро вы получаете значительную скидку берите мотик не сомневайтесь исламчик обещать все значит смотрите во первых на каком автомобиле она ездит я хочу показывают все всю правду это бабушкина машина она говорит я боюсь и представить какая не бабушкина насти посмотрите как будто бы 18 лет она зависла и висит до сих пор кстати оцените ее ремешочек смотрите ну что широк звезда так сказать и российского мотоспорта сегодня у нас посетила но я помогу я же все-таки джентльмен насть но во-первых привет а пахнет восьмите идет вообще заведевать моем возрасте уже пора завести нет он стал качаток мне очень интересно в кучу экипировки ездит анастасия не интересно какие у него наколенники мы сейчас тебя будем рассчитывать распаковка не понтовой поехали это моя сочка с ордиль нет на чемпионате мира в сардинии такой выдавали я обожаю поэтому не без нее никуда косметичка так я с тобой ничего себе косметичка давай со шлема начнем как будто он у тебя слишком маленький мне кажется у меня голова ты знаешь как у ребенка у меня размер xs какой красивый шлем я в нем ездил это всего ничего один раз только в эмиратах вот на чемпионате мира на финальная гонка была даже наклеечка фимовская осталась на память ну собственно вот красивый вот был ты знаешь я раньше ездил все время в шои один раз ездил в один сезон ездила в арай но в итоге как-то шои мне всегда был ближе а потом вот меня ребята из rg познакомились с белом знаешь я влюбилась был мне реально очень нравится чуть-чуть отстегиваться на магнитике да 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 я знаю мне был прям зашел поэтому был рулит я не знаю как для эндуро для роли ну да очень многие эксперты так ночью окна понятно это у меня тоже да и старых запасов это в окле сумка понятна у меня кстати автомобильные шапки тоже был тоже был отдельный автомобильные шапки шапочки у тебя альпинстар пистарс я был пистар езжу морской с самого начала и вот до один раз у меня было помутнение когда супер мото гоняла я ездила пару тренировок пару соревнований в сиде crossfire перелетел трамплин у него все ноги в итоге сказал нет я буду ездить максимальной защите для меня это всегда было тысяч 10 они мне по колодке очень удобно и узкие очень многим пацанам нравится здесь вот и на ноге они мне сидят офигенно еще что нравится и то что в гонках очень удобно многодневно что что у внутри есть сапог и когда-то намокаешь а например у тебя нет запасных бот вот вы слушаете это гораздо проще в гостинице там или где-то даже в палатке на солнышке чем сапог которого не вынимается вот эта фигня нет у меня вот в албании в гонке где каждый день на лесные всякие броды были и горах реки вот это мне вручать люблю так давай дальше ну-ка но бэк поломбак но вот ничего особенного часы ездит в юси о это девчачьи для меня нехарактерная вещь в плане того что это именно девчачья модель но объясню почему именно девчачья модель а потому что вообще сейчас в роли рейдах ездит с этими надувными подушками я благоправно меня на сиськах а все понял я успела поскочить женской все вся защита все то же самое вот эта спина на коротенькая я пробовала новую модель мне очень нравится он пил я тебе не советую тебе сегодня одевать денешь я всегда мне езжу очень жарко добавлять уверенность знаешь я в этой штуке ездил в 55 градусов 45 градусов я тоже понимаю что в эндуро свои нюансы ну ладно с чем ее положим под дерево давай дальше ну это я как бы для эндуро это я не буду надевать я так и не понял девчачьи и парня чья экипировка она отличается все таки отличается вот моя конкретном случае короткая спина она не упирается мне в сиденье и есть некие выпуклости небольшие все в этом отличие заканчивается защиты и плечи и розовые какая-то шляпа а ты не любишь розовый да чтобы я как ты стараюсь не эксплуатирует а потому что ты не барби герл потому что есть барби даже болт ездит в розовых ромота ботра порвешь мы так будем тебя аккуратненько возить чтобы не порвалась с брейсами у тебя а брейс у меня именные сетей кастом спонсировали свое время и сделали это вот на заводе крашеные оси без матрешка ведь почему 13 давай так кто украл у кого колесников у тебя или пил колесникова было 13 я на листико 9 году выдали 13 номера легком 2000 года в мотокросе поехал с 13 номером не буду спорить ну плюс-минус как-то но вообще я тебе скажу что сейчас ями кастом хотя в общем то я не вижу сам ями кастом но вижу как это выглядит точно лучше выглядит слушай ями кастом сумме были отношения даже у меня есть мне андрюха метрошкин делал офигенные наколенники соглашусь они очень крутые и конечно если говорить про цену безусловно я буду ну ты покупал бы за свои деньги у меня просто это были спонсорные коленки вот если бы у меня мне надо было за свои деньги покупать я бы заказал безусловно ями кастом они меня были естественно на заре когда еще андрюха их только начинал делать у меня была единственная проблема с ними вот эта чашка все надеваю все отлично и когда еду вот здесь вот натирала прямо не могу до мясо натирала и ездить в этом с андрюхой что-то сочиняли что-то он не там переделал но в итоге вот он какую-то уже новую чашку сделал но я в общем короче клара сейчас новых вот этих чашках на своем собственном опыте подтверждаю ничего не натирает езжу уже больше пяти лет переделали поэтому это у тебя дождевичок раллийная куртка без которой как бы никуда а чем отличается раллийная куртка кстати говоря не пиректор да знаю делали сто лет назад еще он курт который на дакар ездил такую же вот спонсорских наклейку собственно почему нужна куртка потому что обычно во первых ты едешь по дикой жаре и потеешь и вот быстро выветривается чтобы обезвоживание быстро быстро не произошло но и во-вторых карманы везде потому что надо с собой тащить еду много вообще еды таскаешь салатик оливье а вот эта вещь это вообще такое ретро у меня были другие шорты и честно скажу они потерялись в процессе этим шортом лет 25 вот как я начала ездить на мотике они еще смотри еще с памперсом это это вообще велосипедные даже написано down hill да а тогда еще мотоциклисты даже не подозревали что такое тоже можно использовать до сих пор многие не ездили педными вот этими да да лют на лямками а я вот в девяносто там девятом двухтысячном году себе взяла вот эту фигню есть и с тех пор люблю ездить вот многие тоже были защите ну собственно это была распаковка анастасия нефонтова и ребята вот так вот и по-простому может сказать по-народному российская звезда ралли ездит ничего такого скажу тебе честно с игла мура моя сумочка даже поинтереснее волнение ты имеешь или нет кэш ими серьезно вообще просто на пороге встречи с неизвестных и так анастасия нефонтова с нами на пашкином ктм и сегодня будет разъезжать и показывать нам настоящее так сказать что что способна настя не на мотоцикле а насти ты не едет конечно ребят ну думаю что до первого бревна было определенное такое типа ну женщина сами понимаете что это может куда она поедет но нас она очень сильно и конечно же когда мы все на это смотрели мы понимали что это человек имеющий просто какое-то невероятное чувство мотоцикла и достаточно было на там совершить три-четыре ошибки для того чтобы потом понять как это делается и уже не совершать как она двигается на мотике как она вообще поворачивать как она тормозит как она работает на этом мотоцикле ну не такие глаза когда на пол восьмого видели глаза цены Вот сейчас, когда вы видите ее в деле, давайте я вам расскажу ее историю. Нифонтова Анастасина Николаевна родилась 19 января 1979 года, где бы вы думали, в городе Вашингтон, США. Значит, прожила там какое-то время и начала заниматься фигурным катанием. С 1995 по 1998 с раннего детства Настю привлекали мотоциклы и вместо кукол она играла с машинками и мотиками. Вот такая была наша Настя. Родителям пришлось смириться с этим, с необычным, собственно, для девочки увлечением. И на 16 день рождения папа все-таки купил ей мотоцикл Тула, на котором она начала колесить по окрестностям дачного участка. А дачный участок у Насти рядом со моим домом. Ох, Настя. В 1998 году Настя устроилась на работу в мотосалон «Альпин», которым возглавил известный мотоцикл Александр Нифонтов, первый российский участник ралли «Париж-Дакар». Все на ноженько, смотри, видишь? Ребят, привет! Рубрика «Советы от эксперта». Сегодня мы с вами говорим о том, почему нельзя просто слить масло из пера и залить новое. А почему важно разбирать полностью подвеску при сервисе. Потому что в подвеске у вас образуются следы абразива выработки масла, именно черное отложение, которое оседает у вас обычно по всем уголкам внутри картриджей. То есть они на направляющих оседают, они оседают внутри, где крепится копыта, где крепится клапан сжатия. И вся эта чернота остается у вас внутри. Если вы просто слили через верх, у вас вся эта грязь осталась. И то, что вы даже залили новое масло, у вас потом весь этот абразив начинает стирать внутренние компоненты подвески. Именно поэтому важно все это разбирать и тщательно вымывать все следы выработки и абразива. И только после этого заливать свежее масло. Если вам необходим качественный сервис, обращайтесь. Мой телефон указан внизу. Звоните, пишите. С 98 по 2002, попав в среду людей, одержимых мотогонами, Настя приобрела свой первый серьезный мотоцикл Yamaha VR400F. На VRке Настюха гоняла, вот это да. Штовато. И в 99 году приняла участие в первой своей жизни мотоциклецем соревновании Baha Silegen. За день гонки она успешно преодолела 360 километров. Будучи единственной девушкой, участвовавшись, не имея опыт езды на гоночном мотоцикле, На таких большие расстояния финишировала не самое последнее. Вот так. С этого момента участие в гонках стало регулярным. И вся спортивная жизнь подчинилась исключительно ралли-рейдам. Настя, конечно же, нам рассказывала, что она была всяким гонщиком. Она была и в Мотарде, была в Кольце, и была в Мотокроссе. Но вот когда попробовала ралли, сказала, все, поем. С 2002 по 2005 эти годы прошли без мотоспорта. Так сложилась жизнь, что надо было закончить вуз Московского государственного лингвистического университета. И поступив в другой Всероссийский государственный институт кинематографии, в 2003 у Насти родилась дочь. Короче, в ГИКе училась Настя. И говорят, что была совсем неплохим режиссером. В 2005 по 2008 год уговорили все-таки друзья вернуться Насте в мотоспорт и принять участие в заезде по Мотокроссу. Без тренировок, после большого перерыва на чужом мотике, ей удалось принять еще тройки лидеров женского зачета. Вообще талантливый человек, честно говоря. Потому что мы даже сейчас с вами на видео можем видеть, что человек вообще ни разу не ездил эндуро. Вот, пожалуйста. С 2008, короче, она начала там во всяких этих участвовать, всяких интересных мотособытиях. С 2008 по 2010 установил профессиональный, становится профессиональный гонщик состава Яхтничь Мотоспорт. Значит, и, в общем-то, начинает стерилоканалом драйв работать, гоняет гонки типа Золотка Гана, занимает там пятое место в общем зачете мотоциклы. И вот до этого она все гоняла, гоняла, гоняла по нашим российским, и не только российским гонкам в СНГ. И в 2017 году случилось. Значит, поистине исторические события в мире российских рейли-рейдов. Впервые в истории рейли, марафон Дакар, на старт вышла девушка из России. Она с первого раза смогла преодолеть сложнейшую гонку планеты и стать вице-чемпионкой в женском зачете. В общем, знаете, Анастасия заняла 75-е место из 150 участников в общем зачете, собственно, среди мужиков. Вот так вот, представляешь, в серединочке пришла. Четко и качественно. Представляете, она первый раз в жизни вообще ездит на эндуро-мотоцикле. Ну, как? Первый раз, да, конечно. Как она чувствует мотоцик, это перевеска. Попалась. Так. Семочка помешалась. Можно тебе только одна просьба? Да. По-братски. Да. Если ты придешь в эндуро, не иди в команду «Харт эндуро-ру». Палук, заводи канитель, поехали. В 2018 году решила притормозить и погонять, значит, на всяких там Тойотах и прочее. А в 2019, еще один исторический год, Нифентова во второй раз принимает участие в ралли «Дакар» и становится первой мере женщины-финишером самого сложного зачета гонки «Оригинал Бай», значит, «Масляная компания», заняв в ней девятое место среди мужчин и завевав бронзу в абсолютном женском зачете. Мы с тобой прекрасно знаем, что парни из Мото уже много лет собирают обычные китайские мотоциклы на своей фабрике в Подольске и делают из них поистине гоночными. Как это происходит? Приходит контейнер с мотоциклами, они его берут, полностью разбирают мотик, промазывают, потому что у них есть огромный гоночный опыт, переделывают некоторые конструктивные особенности и создают тебе действительно мотоцикл, на котором можно участвовать прямо с коробки в гонке. Но сейчас они пошли дальше. Они взяли и создали настоящий гипермаркет китайских мотоциклов. То есть все модели китайских мотиков, такие как, например, FX Moto, Progassi, Adjero, ну, в общем, все самые популярные мотики, которые сейчас есть, они, помимо того, что сделали обзор на них, я вам оставляю ссылочку, важно, взяли вот это вот просто море коробок, берут, достают и делают тебе мотоцикл качественно, доступно. Ну, а главное, такой, на котором можно сразу участвовать в гонках. Что это дает? Это дает тебе возможность не чинить китайский мотоцикл, а сразу на нем ездить, путешествовать или гонять. Поэтому ссылочку на парней из ММОТО я, конечно же, оставляю вот здесь. Ссылочку на их YouTube-канал, где можно посмотреть, как они это делают. Ну, а главное, маленькие обзорчики про эти мотоциклы, тоже оставляю под этим видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. И помните, не важно, какой у вас китайский мотоцикл, важно, где вы его купили и кто его собирал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Здоровья не хватает Я в первом чуть-чуть устала За здоровье Пиздец Я, говорит, не перееду, говорит, это бревно Ты, это что, ходьба с мотоциклом ты называешь? После ралли-рейдов, где, ну, я гонял еще когда можно было 170 км в час на мотоцикле ехать Ну, вот сейчас ограничение с девели 140, ну, неважно, даже 100 км в час И сколько мы тут едем? 15 км в час? Чувствуешь разницу? У меня сейчас вся проблема, ну, я прям еду и понимаю это Мне, как бы, тут, как говорится, даже тренер не нужен, потому что все в новинку Я очень напряжена Все, только из-за этого у меня... Чеховские парни просто могут поднапрячь Так, ладно, Настя, на Старварге Субтитры сделал DimaTorzok А неплохо получилось, да, очень неплохо, Настя Ну, что, Настя, может, назад поменяемся? Ну, что, мне понравилось Ага Понравился Старварг? Тяжеловатый, но... Но клево Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...